Новогодние праздники закончились, но хорошее настроение осталось. Музей-заповедники Горки Ленинские, артисты Института изящных искусств, подготовили концертную программу, в которую вошли полюбившиеся всем песни из советского кино и мультфильмов, а также арии российской и зарубежной опереты. К этому концерту конкретно мы готовились два месяца. Два месяца мы обсуждали репертуар, мы подбирали наряды, мы выбирали к декорации каждому произведению, мы работали над образом. Ну то есть работа на самом деле еженедельная, еженедельно мы собирались, репетировали в классе с замечательным пианистом нашим. Алена Лелекова, еще будучи маленькой девочкой, мечтала стать певицей. Спустя время, благодаря ежедневной работе над собой и целеустремленности, она поступила в Институт изящных искусств. Теперь Алена вместе со своим педагогом Марией Павловой выступает на разных мероприятиях и дарит радость людям. Мне очень повезло, что я попала в класс Марией Александровной Павловой. Замечательный педагог, который не только преподает, он дает возможность поверить в себя, почувствовать себя уверенней. Она, конечно, нас очень закалила концертными площадками, я очень рада, что она не забывает о нас даже как о выпускниках. Выпускникам Марии Павловой удалось создать праздничную атмосферу. Сделав этот зимний морозный день немного теплее. Знакомые и всеми любимые песни воспринимались публикой близко к сердцу. Время пролетело незаметно. Концерт подошел к концу. А зрители никак не хотели отпускать артистов со сцены. Чудесные голоса, видна школа, очень хорошая. И я вижу, как люди с удовольствием отзываются, слыша вот эти знакомые с детства, известные всем мелодии из знакомых нам оперет. Очень хорошо составлена программа из шлягеров, из, в общем-то, звучала и классика замечательная, и советские песни. Интересный, замечательный концерт. Очень здорово. Спасибо. Артисты поблагодарили зрителей за теплый прием и пообещали, что еще не раз вернутся на эту сцену, но уже с новой концертной программой. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.